Добрый день, любители радиоуправляемых моделей! Нам на стримах в комментариях часто приходят вопросы, сколько времени летают наши модели, сколько можно пролетать на одной зарядке того или иного аккумулятора. В частности, сегодня мы протестируем наше обновленное летающее крыло с размахом 850 мм, с бюджетной электроникой и с аккумулятором 850 мАч, 3 банки. Посмотрим, сколько времени сможет продержаться в воздухе это крыло на одном заряде батареи. То есть, летаем до отсечки. Подключаю питание. Батареечка, как видите, небольшая, GPR 850 мАч. Аккумуляторы проверены, показывают отличные результаты. Но электроника на нашем крыле стоит одна из самых бюджетных. Мотор 2204, 2400 оборотов на вольт, 12-амперный регулятор хода и две сервомашинки SG90. Вот такая комплектация модели. Летать мы сегодня будем не в полный газ, а, скажем так, в крейсерском режиме. Это и не самый слабый режим полета, только чтобы держаться в воздухе. Но, в то же время, и не полные обороты, когда энергия расходуется очень быстрыми темпами. Обычный крейсерский режим полета. Вот как новички учатся летать в крейсерском режиме, точно так же будем летать сегодня и мы. На аппаратуре я установил два таймера. Один отчитывает 5 минут в обратную сторону. Это, скажем так, базовое время полета. Ну, а второй таймер считает, сколько мы просто продержимся в воздухе, в моторном полете. Вот сейчас вывожу модель на крейсерский режим. Это примерно 55-60 процентов газа. И вот на таких оборотах будем летать. Развернемся и будем летать на ту сторону, чтобы все это отсвечивать. Как видите, я не пытаюсь летать спокойно. Делаю достаточно резкие маневры. Держу скорость. То есть, это вот именно нормальный режим полета, когда у моделей достаточно энергии для каких-то виражей, для небольшого пилотажа. можно вот бочку крутануть, петлю сделать. Пожалуйста, такие небольшие фигуры в этом режиме полета вполне можно выполнять. Ну, и нас интересует время полета, конечно же. Сколько аккумулятор продержится до того, как сработает отсечка. Модель достаточно прочная. Я ее уронить не боюсь, поэтому летаем практически до остановки двигателя. Ну, до явного снижения оборотов. Пожалуйста, несмотря на то, что сегодня ветерок довольно ощутимый, можно походить рядом с собой на малой высоте. Модель очень послушная. Птички заинтересовались. Кто-то тут кружит, что-то он тут высматривает. Для этого летающего крыла, я считаю, такой режим полета это именно полет в удовольствие не гонки но в то же время и не напряжение постоянно удерживать модель в воздухе самый комфортный режим полета а что можно сказать по времени полета по предварительным оценкам наших предыдущих запусков 5 минут эта модель вылетывает даже на больших оборотах в полный газ практически то есть сейчас в таком крейсерском режиме время должно увеличиться раза в полтора это минимум и вот первые 5 минут у нас заканчиваются таймер отсчитывает последние секунды а крыло как видите летает в том же режиме обороты двигателя не падают теговооруженности не теряется на скорости на маневренности разряд аккумулятора пока никак не сказывается что можно сказать отличная модель для развлечения для полетов в свое удовольствие выполняет все что хочешь любые маневры любые полеты проходы буквально рядом с землей рядом с собой в следующий раз надо будет попробовать привязать к нему ленточку полетать с хвостом в варианте бойцовки я думаю это крылышко прекрасно справится с такой ролью в следующий раз мы уже в воздухе 7,5 минут и вот я чувствую что на вертикалях мотор начинает немножечко сбавлять обороты то есть приближаемся уже к разряду аккумулятора но отсечка пока еще не сработала на регуляторе установлено напряжение отсечки 3,3 вольта на банку то есть достаточно безопасное для батареи это примерно будет разряд на 85-90 процентов то есть даже неполный разряд ну что ж пожалуй сейчас уже резкие маневры совершать не стоит потому что отсечка может сработать в любой момент просто полетаем спокойными кругами кстати вот в таком режиме полета сервомашинки работают гораздо менее активно что тоже снижает расход энергии и нагрузку на аккумулятор соответственно то есть то что я показывал в первой части это достаточно интенсивный полет постоянная работа рулями и если вы учитесь просто летать кругами то время полета будет еще больше приближаемся ко времени 10 минут честно говоря я даже удивлен минут 15 сейчас отшлепает только в путь с таким положением с таким полетом такой как электроник немножко усиливается ветер впрочем крылышко все равно продолжает спокойно летать хотя и чувствуется конечно что местами модель начинает подкидывать ну по сути дела как я после взлета выставил крейсерский режим так уровень газа не меняю вот летаю на одном и том же уровне вот летаю на одном и том же уровне вот эти батареи уже проверены ребята проверены и по два по два у нас еще отлетало 22 минуты да но на батарейке 1300 миллиампер ну и модель другая и модель потяжелее была да раза в полтора так что я за 15 минут кто со мной ставим лайки в принципе шансы есть 12 минут мы уже отлетали продержаться 15 минут в крейсерском режиме из них половина весьма активный полет с маневрами думаю реально думаю реально вот это все еще стабильно летит скорость не теряет у меня упала первая капля ребята главное нам чтобы тест наш не испортил дождик чтоб мы его довели до конца и узнали сколько же можно полетать вот на таком красивом и очень летучем тренере летающем крыло размахом 850 ну как видите вот как раз вот скорость на которую учатся те кто делает первые шаги как видите как его показывают себя достойно несмотря на то что ветерок усилился несмотря на то что уже летаем мы 14 минут крыло очень бодро летит набирает высоту выполняет все маневры и пока не слышно чтобы регулятор сбрасывал обороты то есть еще энергия есть итак пишите в комментариях кто на какое время ставит я в конце полета посмотрим кто из вас угадал только давайте честно 15 минут 16 и 20 сколько удастся продержаться но достойно так удастся Моя ставка уже выиграла, скорее всего. Да, уже перебор даже. Ну все, ребята, я выиграл, тоже лайк ставлю. Все, ну давайте бом сейчас на 20 минут. Да, теперь делаем ставки на 20 минут, да, посмотрим. 16 минут 7 секунд в воздухе. Хватит у нас энергии на 4 минуты полета еще или нет? Уровень газа я все так же держу постоянный, не меняю, не добавляю, меньше не делаю. Но на звук уже слышно, что обороты моторчика все-таки упали. То есть снижение напряжения пошло. Особенно, когда начинает кип против ветра, чувствуется... Чувствуется, да. Уже нагрузочка есть. Ну и скорость полета упала, согласись. Да. Ну все-таки 17 минут в небе, ребята, это же хорошо. Так, что-то было. По-моему, первые признаки отсечки, да? Нет, пока ровно идет. Обороты же падают. Обороты падают, да, постепенно. Алексей специально загнал повыше, чтобы было сделать маневр. Опустить тихонечко модель без приключений. Да, с такой высоты можно успеть развернуться в случае чего. Спланировать. Ну все, все, все. Уже батарейка выдыхается, да. Ждем отсечки. Все. Ну, похоже, вот она и есть. Уже плавное снижение оборотов пошло. Ну, держаться буду до последнего. Пока модель просто не потеряет высоту. То есть, кружок еще пройдем. Как минимум. Ну, все. Ну-ка, траву. Эх, чуть-чуть не перетянул. Итак, сколько же мы отлетали на одной батарейке? Отсмотрите на нижний таймер. 18 минут 44 секунды. Ну, последнюю минуту не считаем. Тут уже держались, можно сказать, на последних каплях. Но, тем не менее, 18 минут полета. В достаточно активном режиме. Согласитесь, в такое время полета это очень неплохой результат. Для совсем небольшой, в общем-то, батарейки. Ну, конечно, тут еще сказываются летные характеристики самого крыла. Оно действительно очень летучее. Прекрасно планирует, прекрасно управляется. Так что, это тоже вносит свою лепту. Но, тем, кому не нравятся модели, летающие по 3-5 минут, а хочется просто покружиться подольше, вполне можно рекомендовать летающее крыло с такой комплектацией. Но, с другой стороны, вам ведь никто не запрещает поставить сюда и аккумулятор побольше. Даже с этим же мотором можно поставить батарейку 1000-1200 мАч. Если заменить двигатель на 2208, можно поставить и 1,5 Ач аккумулятор, а может быть даже и 1800. И модель, тем не менее, вполне будет прекрасно летать. Что мы в скором времени и проверим. Также заменим двигатель, поставим более емкий аккумулятор и проведем еще один тест на время полета. Ну, что ж, вот такой аппарат есть в нашей коллекции. Отличный тренер, отличная модель для полетов на каждый день. Если вас заинтересовало это крыло, если вы решили его приобрести, ссылки на него будут в описании под видео, в подсказках в правом углу экрана. Переходите в наш интернет-магазин, приобретайте конструктор и собирайте эту замечательную модель. Ну, а как она летает и на что она способна, вы только что видели. Отличный самолет, отличный тренер и отличная модель на каждый день. Ну, на этом наш сегодняшний тест завершается. Батарейка показала себя с самой лучшей стороны. Ну и в следующий раз уже ждем это крыло с другой силовой установкой, с более емким аккумулятором и также с проверкой на время полета. Если вам понравилось это видео, не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал, заходите на наш форум, в наши социальные сети, оставляйте свои комментарии, задавайте вопросы, мы всегда на связи. Ну, а мы всегда рады на них ответить. А я с вами прощаюсь. До новых встреч. До свидания. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и ждите новых видео. До встречи. Играем по-взрослому.